Мне попросили два слова сказать о смысле Махамантры. Махамантры состоит из трех слов в звательном подвижении в санскрите. «Харе» — это звательный подержи от слова «гора» или «гори». Великие мудрецы, объясняющие смысл санскритских корней. И санскрит — особый язык, который пытается не просто условно произносить какие-то звуки, но он отражает в своей самой вибрационной природе природу вещей. Слово «хари» означает «тот, кто забирает». «Хари» — это имя Бога, означающее «тот, кто устраняет невежество». В невежестве есть самая большая проблема человека. Тьма невежества, покрывающего наше сознание, есть то, что мешает нам быть по-настоящему счастливым. Это то, что скрывает нашу вечную природу от нас самих. Когда мы говорим «харе», что значит «хари» в звательном падеже, мы как бы просим Бога, сними с меня впереду невежество, устрани это невежество с моего сознания. «Сделай так, чтобы я почувствовал вечность блаженства и знания природы своей собственной души». Если трактовать слово «харе» как звательный падеж от слова «хара», а слово «хара» значит «энергия наслаждения Бога», то, обращаясь к этой энергии наслаждения, мы просим, чтобы мое сознание почувствовало привлекательность Бога, чтобы в моем сердце пробудилась любовь. Произнося «харе», мы просим, пожалуйста, пробуди в моем сердце любовь. Сделай же так, чтобы любовь изначальное состояние моего сознания вернулось ко мне и никогда не покидало меня. «Кришна» – второе слово в Махамантре – это звательный падеж, обращение к Богу как к тому, кто привлекает всех. Слово «Кришна» значит «тот, кто привлекает всех, давая максимальное блаженство». В соответствии с ведами Бог, изначальное сознание, изначальный разум, породивший все, является центром притягательности. Самым главным качеством Бога является красота, доброта, любовь, то, что мы ищем. Бог – неревнивый старик, который хочет заставить всех подчиняться себе. Бог – изначальный источник всей красоты, средоточие всей красоты. Красота, которую мы видим в этом мире, является всего лишь навсего бледным отражением изначальной красоты, породившей этот мир. И когда мы обращаемся к Богу с этим словом «Кришна», к изначальному сознанию с словом «Кришна», мы говорим «Я знаю, что Ты есть изначальный источник и средоточие всей красоты». И другое качество Бога – Рама. Третье слово, из которого состоит Махамантра. И Рама значит тот, кто радует всех, тот, кто приносит радость. Сам этот звук Рама содержит в себе огромное наслаждение. Если человек со вкусом и с пониманием произнесет Рама, он почувствует радость, не порожденную просто умом, радость, исходящую из самых глубин его сознания. Поэтому смысл мантры, который мы будем петь, о изначальный разум, породивший все сущее, пожалуйста, устрани невежество моего эгоизма, покрывающее мое сознание. Пробуди во мне желание служить Тебе, помоги мне увидеть Твою привлекательность и помоги мне почувствовать счастье, которым исполнено Твое бытие. Когда мы повторяем или поем мантру с этим настроением, то очень скоро беспричинное счастье будет проявляться в том, что слезы будут длиться у нас из глаз. Я помню, однажды во время Киртена я шел и наблюдал, в Киртене было несколько тысяч человек, которые пели Святое Имя. Меня догнал один молодой человек. Он в первый раз оказался на этом Киртене, когда все пели Святое Имя. Жалобным голосом он спросил у него, «Вы не можете мне объяснить, почему я плачу?» Я в первый раз на себе ничего не понимаю, но слезы сами наворачиваются у меня на глаза. Я не смог ему объяснить ничего. Я сказал, что это слезы счастья, которые приходят в душе, почувствовавши, что она соприкасается со своим источником. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ